В Лембере огласили приговор 47-летнему мужчине, который 23 года назад смертельно ранил постояльца заведения. В ходе проводимой работы по уголовному делу были установлены и допрошены участники тех событий, которые указали на причастность к совершению преступления 25-летнего жителя города Саранска. Задержать Михаила Амирханова по горячим следам тогда не удалось. Он уехал из Мордовии и стал скрываться на территории других регионов страны. Ему заочно было предъявлено обвинение в причинении смерти. В декабре 2000 года его объявили в федеральный розыск. В январе текущего года полицейскими была получена оперативная информация о возможном нахождении разыскиваемого на территории Самарской области. 29 января мужчина был задержан и доставлен в Мордовию. Задержан сотрудник полиции по подозрению в совершении преступления, нанесении тяжкого разоревшего, повлекшее смерть потерпевшего. Поселок Атимар, 2000 год. С тех пор скрывается от органов следствия. Михаил вел отшельнический образ жизни. Постоянно менял имена и съемные квартиры. Существовал за счет временных подработок, но главное – старался не нарушать закон, чтобы не попадать в поле зрения правоохранительных органов. В ходе следствия он признал вину в совершении инкриминированного деяния и рассказал следователю Следственного комитета об обстоятельствах совершенного преступления. 3 августа 23 года назад Амирханов находился в баре в селе Атимар с друзьями, где распивал спиртные напитки. Спустя время у 25-летнего Михаила произошел конфликт с посетителем заведения из другой компании, во время которого Амирханов нанес оппоненту три смертельных удара ножом. Суд согласился с доводами государственного обвинителя прокуратуры Лямберского района о виновности 47-летнего уроженца Саранска в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого блюда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. С учетом позиции стороны обвинения суд приговорил мужчину к 7 годам решения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.